Пузатые снова тулят нам фуфел. Никаких реформ не будет. Просто теперь у воров на Рингтоне не Владимирский Централ, а Плынекача. Европейцы бегут из Кабмина. Мы все стали нищими. Это при диктаторе Януковиче мы могли позволить себе летать лоукостами в Европу. При победе Евромайдана мы можем позволить себе только турпоход в Жмеринку. 70% населения за чертой бедности. Это нардеп получает 6000 гривен по квитанции, а десятку зелени налом от партийного папика. У простых людей другая математика. Как бы за коммуналку заплатить, да детей не завести в съемной-то квартире. Нас кинули, нам не дают оружие, а Запад уже снова в открытую обнимается сапологетом русского мира Лавровым. Это твоя родина, сынок. Отправь младшую дочь на заработки в Польшу, а старшего сына отправь в АТО. А сам заплати за возросшую в три раза коммуналку. Когда ты уклоняешься от налогов, где-то в Италии плачет ребенок украинского чиновника. Ты должен платить больше, а получать меньше. Не государство для тебя, а ты для государства. Понял, нищеброд? А ребята пока заработают на тендерах в АТО. Ну, к примеру, сорвут куш на изготовление неисправных броников. А самые ловкие и в очках сынульку пристроят. В Минобороны. Ты че там возмущаешься? Ты че сам не сепаратист? Может тебя закрыть? Иномарка в Украине стоит в три раза дороже, чем ее стоимость в Европе. Почему? Потому что мы отечественного говнопроизводителя поддерживаем. Именно поэтому отечественный Ланос подорожал в два раза. Пузатые держат нас за идиотов. Я не хочу запорожец за 200 тысяч гривен. Я хочу BMW 2006 года за 3 тысячи долларов. Магазинов Рошен в стране стало больше, чем больных с ПИДом в Африке. Стойкое ощущение, что кто-то там в кабинетах опять расслабился. Нехорошо. В Киеве в брусчатке по-прежнему вот так. Продолжение следует...